Господи, Господи, помилуй меня грешно. Евангелие от Матфея, 2 глава, 8 стиха. Ипослав их Вифлеем сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему. Толкование блаженного Феофилакта. Не имея в себе злонамеренности, они думали, что и он говорит не злонамеренно. От Матфея, 2 глава, 9. Они, выслушав царя, пошли. Иссея, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Толкование. Звезда по распоряжению Божию скрывалась ненадолго для того, чтобы они спросили иудеев и привели в смущение Ирода. А истина сделалась очевиднее. Но когда они вышли из Иерусалима, она опять явилась и стала руководить их. Отсюда опять видно, что это была сила божественная, а не обыкновенная звезда. Ибо если бы она показалась им на высоте, то как могли бы они безошибочно узнать место, где был Христос? Звезды занимают большое пространство. Поэтому и ты видишь Луну, как будто она над твоим домом. А мне кажется, будто она стоит над моим домом. Да и вообще всем представляется, что Луна или другая звезда стоит над их домом. Посему и та звезда не указала бы Христа, если бы не сошла вниз и не стала как бы над самым угловой у младенца. Все толкование. От Матфея 2.10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Толкование. Возрадовались тому, что не ошиблись, а нашли, чего искали. 2 глава 11 стих И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Толкование. Тотчас по рождении дева положила младенца в яслях, потому что не нашли тогда дома. После, вероятно, нашли дом, в который вошли к ним волхвы. Ибо пришли в Вифлеем, как говорит Илука, чтобы там записаться в перепись. Но по причине многочисленного стечения народа для записания себя, сначала не нашли дома. И потому Господь родился в вертепе. Впоследствии же нашли дом, где он и виден был волхвами. Вот просвещенные души, видели его в бедности и поклонились ему. Они удостоверились, что это Бог. Посему и принесли ему дары, как Богу и как человеку. Золото принесли ему, как царю, потому что царю даем мы, как подданные золото. Ладан, как Богу, ибо пред Богом воскуряем фимиам, а смирну, как имеющему вкусить смерть. Ибо иудеи при погребении намощали тело умершего смирною, дабы оно оставалось нетленным. Потому что смирна, будучи суха, сушит влагу и не позволяет появляться червям или гниению. Видишь ли веру в волхвов? Они из Валаамова пророчества узнали, что Господь и Бог и Царь, и что Он умрет за нас. Преклонился, лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? Число 24.9 Вот царское достоинство, означаемое под образом льва. А выражение преклонился, означает умершление. Все толкование. Вот первое, когда, говорит, волхвы принесли такие дары, золото, ладан и смирну, и говорят, что поклонились как Богу. Это ниоткуда не видать. И чтобы младенцу поклониться как Богу, с чего ради как Богу? Ну, царю, и тут понятно, царский сын, наследник, пророчество. Я думаю, все это надумано. Никаких признаков. А это принесли, говорят, ладан как Богу. Ладан как священник у священника. Не у Бога же ладан-то, у священника. А далее, когда говорят пророчество, это Валаама, то действительно так. Я не раз беседовал на эту тему. У людей понятия никакого нет здесь. Вот Валаам это все от сатаны. Он народ Божий там проклинать шел. Он был одержим сребролюбием. О нем положительно не отзываются нигде. Ну и что? Вот это по порядку, это читай. Книга, чисел. И говорит, и был на нем Дух Божий. Дух Божий с большой буквы. И к чем тогда был? Око мое открытое, человек с открытым оком, муж с открытым оком. Вижу вдаль восходит звезда от Израиля. Кто пророчествовал через него? Это избранник был Божий? А если он не избранник был, тогда он такой, как все люди были. Зачем бы к нему цари моавицкие обращались? Кого он проклянет, проклятым. Благословит, благословен. Да ну а он же, вот, ввел Израиля во грех. Но он стал таким, но таким он не был. Пример это Иуда. Кто его избрал? Избранник Божий Иуда или нет? Искариотский. Если он не избранник, значит его и поминать не надо. А апостол Петр поминает его, когда уже Христос воскрес. И один из двенадцати Иуда пошел в назначенное ему место. Пошел. То есть Бог знал от вечности. Но он, когда Господь говорил, вы в двенадцати престолах сядете. Иуда был здесь же. Речь шла и об Иуде, об одном престоле для него. Как слово престол понимать, тут я не касаюсь даже. Валаам это был пророк, но оборщенный дьяволом или своей прихотью. С чем все это закончилось? К нему является ангел, говори то, что я тебе скажу, Господь сказал ему. И он это сказал, изрекая благословение. Я призвал тебя проклясть. Там царь говорит, а ты меня, а ты их благословляешь? Да, благословляю. И когда мы говорим звездой Учахусе, что они персы, пришли отсюда, то кто? Волхвы. А что вы удивляетесь? Это мы сегодня в это слово только звездочеты и прочее. Волхвы. И перевод остался. Волхвы. Кроме звездочетства, волхвования были. Но Господь избрал их на это дело, и через них явлено было, что другие страны уже имеют это пророчество. А почему не какие-то другие, а именно персы, как Златоуз говорит. А Валаам был оттуда. И к нему относились не как к колдуну, не к мессингу, а относились как к пророку Божию. Но потом он собратился. Ты хочешь узнать это? Ну, открой Исаия, пророка 45 глава. Господь говорит, идите, скажите помазаннику моему Киру, моему с большой буквы. Слово помазанник что означает? По-гречески Христос. В оригинале Христос стоит. Языческий царь, победивший трех царей. А почему он тогда помазанник Христом назван? С маленькой буквы, конечно. Без артикля там греческого. Потому что он дал свободу плененному народу Израиля. Согласно этому, Горбачев помазанник Божий. В это время получила церковь свободу и прочее. Но маленько надо смотреть, это не по-человечески. Бог называет его помазанником. Все твои рассуждения уже никуда не годятся. Не надо их. Божье слово не обсуждается. Скажи, сколесь ей. А что ей говорить? Она не понимает, это же камень. Но на этом все, не войдешь в обетованную землю. Ты услышал, слушаю. И на этом все, слушает раб твой. Вот как отвечали пророки. Здесь упоминается именно о Валааме, которому дано было многое. Он потерял. Мы о некоторых личностях вообще ничего не знаем. Допустим, Авраам идет, Мельхизедек встречается, царь Салима. Что это означает? В названии его царь Салима. Отдает ему десятую часть из того, что захватил в плен. А кто он такой? По сегодняшний день никто не знает. Он прообразовал самого Христа. Прообраз был. А что это был? Сын Божий? Да нет, обыкновенный человек. А откуда он тогда знал это? Не знает никто. Иофор, тесть Моисея. Откуда он знал то, что он советовал и говорил? Это не израильский совсем был. Это у него тесто был язычник. Это не еврей был. И однако Господь ему открывал то, что не открывал евреям. Вот у людей, я не пойму, какая причина-то от этого упорства. То Бог сказал, да, Иван избранник. Я сказал, ну что сказал, слово-то твое, где оно повисло и все. Но сказал Петр, и она не сапирой. Уже не пошли домой. Их похоронили. Да кто убил, Петр их убил или Дух Святой? Безбожники говорят, Петр. А святые отцы говорят, Дух Святой. Петр рукой к ним не прикасался. Вот о ком ты говоришь, сказал. О, это ты накаркал, ты напророщил. Там то другое. Ну так бойся дальше, чтобы не сказал второй раз. А то и ты помрешь. У меня на суде уступал один там дружинин. Я, дядя, слышал, как мы говорили, что мы помолимся, а отец его умрет. Но мой инсульт. Пил. Излишний вес. Пакостил. Конечно, ему напряженно было. На него в суд подали за клевету. И он внезапно скончался. Нужно всегда рассуждать так, как написано в Писании. Волхвы, в данном случае, когда они шли, они были божьи посланники. Все. Не надо там предыдущее захватывать, кто они такие были. Но Златоуст говорит из Персии. Потомки Валаама. Ну так и надо признать. Далее. От Матфея 2.12. И получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду. Иным путем отошли в страну свою. Толкование блаженного Феофилакта. Заметь последовательность. Бог сперва звездою привел волхов к вере. Потом, когда пришли в Иерусалим, через пророка сказал им, что Христос рождается в Ифлиеме. Наконец дал им наставление через ангела. И они повиновались наставлению, то есть божественному слову. Получив наставление от Бога, поругались Ироду. Не побоялись и преследования Его. Но положились на силу рожденного. И сделались истинными свидетелями. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина. Библия – это священное писание, Слово Божие. Задача Духа Святого и состоит в том, чтобы установить через верных своих служителей абсолютный авторитет божественных слов. Дух Божий, глаголовший в пророках, искал тех, чье ухо открыто для этого слова. А те, кто не слушает Слово Божие, отвращает свой слух от Библии к басням, пусть даже исходящим от православных архиереев. Является врагами Божьими. Осия 4.6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо Мною. И как ты забыл закон Бога Твоего, то и я забуду детей Твоих. Исайя 30.12.13 Посему так говорит Святый Израилев, так как вы отвергаете Слово Сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушена станет внезапно, в одно мгновение. Очень часто, читая прямое указание Библии, мы приходим к лучшему пониманию данного места. Исходя от обратного, то есть, если сказано, что Бог за что-то одобряет, говорит хорошо, то ясно, что если мы делаем напротив указанного, то окажется нехорошо, пагубно. 2 Петра 1.19 И притом мы имеем вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Весьма нехорошо и смертельно опасно не обращаться к Слову Божию при разрешении любого вопроса или местописания. Если наличие в руках Слово Божие дает гарантию света, то отсутствие его дает гарантию нахождения во тьме, во мраке. Какое страшное преступление совершают пастыри, не приучившие доверившихся им обращаться к этому Божественному светильнику, Слову Божию. Все комментарии. Ну что, вот достаточно. Следующее. Атмосфея 2.13 Когда же они отошли, все ангел Господень являются во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Толкование. Вот для чего Бог попустил Деве быть обрученную. Здесь видно, что это сделал Бог, дабы Иосиф внимательно заботился о ней. Бежит Господь, дабы уверовали, что Он и истинный человек. Ибо если бы Он, попавший в руки Ирода, не был убит, то подумали бы, что Он воплотился призрачно. Бежит во Египет, дабы осветить и его. Особенно два места были гнездом всякого нечестия, Вавилон и Египет. И так от Вавилона Он принял поклонение через волхов. А Египет осветил собственным присутствием. Будь там до тех пор, пока не получишь повеление от Бога. И мы ничего не должны делать без воли Божией. Заметь безумие человека, желающего взять вверх над волею Божию. Ибо если родившийся не от Бога, то чего боится? Если же от Бога, то как может погубить его все толкование? Я упор делаю на то, что сегодня мы видим везде у православных. Впочтение это, что иконы, крестные ходы, мощи. Ну, в общем так. И абсолютно, абсолютно везде поклонение, преклонение перед Батюшкой. Батюшка благослови, Батюшка сказал, Батюшка ничего не сверяется со Словом Божиим. Если бы сейчас православие сказали, авторитет Библии должен быть непререкаем, крестные ходы все исчезли. Библейское слово это от Бога. И Бог будет судить по Слову Своему. Евангелие от Иоанна 12,48. Все, мощи все захоронить. Ибо Господь сказал, прахта и пахва золотись. Это трупопоклонство самое настоящее прекратилось бы. Если Господь сказал, чтобы мы заботились о ближнем своем, то у нас вчерашние еретики, кого церковь проклинала, они бы по-другому выглядели, что они нас подталкивали к доброму, как лев и саврянин. Он не против икон был. Пусть икона будет, но поднимите повыше, чтобы люди-то не лазили, не стучали лбами-то по ним. Ради мусульман сделал-то. Вот настоящий заботливый муж. Здесь никакой нужды, хоть все сдохнут, а икона была и будет. Салые склады там окропляют. Окропляют, продают, чудотворные, мироточивые. Тут что угодно можно говорить. Такие чудеса. Да какие чудеса? У Вольфа Мессинга большие чудеса были. Но однако от сатаны все это. Ванга там пророчествовала. Назовет имя, его не разговаривая, знает, как звать. Да что не знать-то, это любой милиционер знает. Подойдет и посмотрит паспорт твой. Прям умирает, ее кто-то назовет как. Не надо разгадывать откуда. Бог знает все о человеке. А сатана знает только то, что касается лжи, человекоубийства. А имя-то оно ему открыто, он знает. Дальше. От Матфея 2 глава 14-15 стихи. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется речено Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Иудеи говорят, что это сказано было о народе, изведенном из Египта Моисеем. Отвечаем. О народе это сказано прообразовательно, а истина исполнилась на Христе. При том же, кто есть Сын Божий? Уже ли народ, поклонявшийся идолу, вал, фигуру и истуканам, или истинный Сын Божий, творивший чудеса? 2 глава 16 стих. Вот теперь пророчество начинает. Вот сейчас говорит, опровергает. Некоторые говорят об Египте. Мы верим о Сыне Божьем. Спорно, никогда не возвращайтесь. 50 лет, как один день до меня прошли. И свидетельствую о Боге. Проповедуя, я никогда этой темы не касался. Оно никакой роли не играет. А если бы он в Египте не был? Ну гнал Ирод, он бежал в Египет. Больше-то бежать-то некуда было. Ну и что? Ну пророчество было. Ну пророчество и все на этом. А если бы он в Египте не был, никто бы и не знал, что пророчество о Христе говорится. Вот это вот настаивание на своем, оно никого не привлекает. Пророчество одно. Пророка Исаия, 51 глава. Взял грехи наши. Извязан был за беззаконие наше. Наказание мира наше было на нем. Ранами мы стрелились. У одного пророчества вполне достаточно было. Все остальное оспаривается. И спорил бы я теперь о том, что не приводит ко спасению. Ну вот этого еврея оспаривает. Он говорит, иные. Иные это евреи. Какие иные? Будут народы говорить из Египта. И народ вывел. Да никто и не знал про египетский плен. Дальше. От Матфея 2,16. Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и постал избить всех младенцев Ифлиеми и во всех пределах его. От двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Толкование. Как фараону Бог посмеялся через Моисея, так Ироду посмеялся через волхвов. Так как оба они, и Ирод, и фараон были где-то убийцы. Фараон потому, что убивал в Египте еврейских детей мужеского пола. А Ирод потому, что избил детей вифлиемских. Разгневался на волхвов за то, что презрели его и не возвестили ему о родившемся царе, которого он хотел открыть и умертвить. Посему и велел избить всех младенцев, дабы вместе с ними убить и помазанного. Для чего же попущено избиение младенцев? Для того, чтобы обнаружилась злоба Ирода. Притом младенцы не погибли, но сподобились великих даров. Ибо всякий терпящий здесь зло терпит или для оставления грехов, или для умножения венцов. Так и сии дети больше увенчаны будут. Все толкование. Опять к этому обращаемся. Доказательство того, что Ирод избил младенцев. Не надо никаких. Он избил их и все. Доказано теперь, что Ирод умер за 4 года до рождения Христа. Оказывается, в хронологии начала новой эры от Христа ошибка в 4 года. Надо просто все время входить в ту обстановку. Как оно могло быть? Ну, первосвященник Каиафа. От Бога он или не от Бога? Ну, какой от Бога? Во-первых, уже каждый год по одному назначали. А должен был до смерти один быть. Нарушение правила. Но Бог остается верен. И не сказано было, что Каиафа не Божий. Все говорят по-разному. Вдруг Каиафа сказал, вы ни о чем не подумайте. Если он восстание-то поднимет, смысл заложен это. Мы все погибнем. Поэтому лучше, чтобы один за всех умер. Фраза эта обронена им. Может быть, даже не обдуманна. А она была признана пророческой. Ибо сказал на то, что это не сам, а будучи на тот год первосвященником. Для чего такие слова говорятся? К тому, что он утвержден выше, как помазанник Божий. Да он злодей. Тебе не надо эти слова говорить. Злодей – это одна гропа. Но он сказал, и это запечатленно, как пророчество. Вот настолько мелко мыслят верующие. Мне приходится говорить, особенно об этом в Аллахаме, потому что у меня книги называются «Открытым оком». Вот она, «Открытым оком». Вот я возьму. Вот смотри. «Открытым оком». А внизу написано, на корочке, числа 24, 3-й и 15-й стих. У меня, может, сотни названий были, рекомендовали, советовали, как. Вот она книга. «Открытым оком». Вот она, 14-й том. Это значит выдержка. Впереди стоят точки. «Открытым оком». Вот оно так выглядит. И слово «Открытым» внизу, а оком вверху, кавычки показывает, считать нужно, голову поднимать кверху, как поднимаю. 27-й. 27-й. А? 27-й, говорит. 24? 27-й том. Это 27-й? Да. А, ну, 27-й, я думал, 14-й. Значит, действительно, так они похожи, свет у них, я так и подумал. Но не в этом дело. «Открытым оком». «Муж открытым оком». Эти слова произнесены Духом Святым. И вот усыпились из-за этого. Вы взяли главное для себя отвало. Даже нельзя назвать мелкотой мышление. А тупость какая-то скотская буквально. Злоба душит человека. Он начинает придумывать, что ты считай, когда он эти слова говорил, в это время на нем был Дух Божий. И он пророчествовал о целых народностях, что их ждет, как эти народы закончат свое существование, что будет дальше с ними. Откуда бы он мог знать? И далее об Израиле восходит звезда от Иакова. Ни один человек не видел в это время во тьме. Видел, как горят костры и прочее. Но он видел звезду некую. Вот эта звезда, но не близко. Не близко. Потому что от Моисея до Христа 16 столетий еще. 1600 лет. А он видел. Почему? Избранник Божий, который отступником стал. Все на своем месте стоит. Это все святые отцы так толкуют. Прямо помутненные от злобы. Ко мне они злобятся. И поэтому на название нападает. И все. Дальше. От Матфея 2 глава 17-18 стихи. Тогда сбылось речено через пророка Иеремию, который говорит. Глаз в раме слышен. Плачь и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Толкование. Дабы кто не подумал, что избиение младенцев случилось без воли Бога. Показывает, что он знал это наперед и предсказал. Рама занимала возвышенное место в Палестине. Как и самое название, ее означает «высокая». И досталась в удел колену Вениаминову. Вениамин же был сын Рахили. А Рахиль погребена в Вифлееме. Пророк называет Вифлеем Рахилию, потому что она погребена была в нем. Плачь и рыдание были слышны в раме, то есть на высоте, говорит далее пророк. Рахиль, то есть Вифлеем. Все толкование. Все объяснено. Не надо с этим спорить. Как местность, а вдруг так называется. Так вот именно и было. Иногда по рождению кого-то, иногда по слову оброненному, там орел летит. Сказала царица, так город орел. Все это царские прихоти. Народ утверждал это. Не утверждал, а принимал. Дальше. От Матфея 2, 19-20. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Толкование. Горькую кончину имел Ирод. Он изверг свою нечестивую душу, быв поражен горячкою, болью в животе, водяную в ногах, гниением тайного члена, порождавшим червей, одышкою, трясением тела и судорогами. не говорит, беги, но иди, потому что страха уже не было. Все толкование. Вот это толкование, что даже все узнали тайно, как будто бы медицинскую карту смотрели его. Да мало того, даже тайна у венеролога, что там тайный член, ну это о половом органе говорится, и он источал червей. Ну такие подробности только личный лечащий врач знал. Ну что, медицинская карта была или как в руках? Да и зачем это нам нужно? А вот Ирод плохой, поэтому все ему там. Я в это вообще не верю. Откуда это было знать, тем более в те времена, когда про царя вообще ни одного слова никто не знал? Это тайная жизнь. За то, чтобы вынести это, можно было лишиться головы. Да и что это нам дает? Ну Бог поразил его, он умер. А если не поразил, умер шикарно. Все равно он беззаконник. А здесь так, вот считай житие святых. Вот если папа лев, то сразу говорит, лев это царское животное, и он как восстал на еретиков. Теперь левый саврянин идет, лев, у него и имя-то было зверское, лев, то же самое имя, но уже перетолкован в другом плане. Ну нельзя так. Я не говорю, что у врага надо искать хорошее, но если оно явно хорошее, ну а почему не сказать? Я вот беру иногда выражение, которое говорит там, бывает, какой-то папа сказал, даже неприятная мне личность Ленин, и сказал, какие слова, я привожу его, они правильно сказаны были, а никто в это время этого не сказал. Вот эта предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Я на каждом месте убеждаюсь. Если человек уже дошел до злобы, пропало все, он ничего не видит, у него помутненная кровавая пелена перед глазами, и он все только слушает, где что плохо, а рассудить дальше не может. Я все время под обстрелом недругов нахожусь, и вижу, как они помрачены умом. Они что попало начинают собирать. А вот и монастырь, женский монастырь казанский в Барнауле. И вот один тут вышел, боготступник, блудник, бывший верующий, он у нас был рядом, он близкий мне человек был, и он обозлился там, и на монастырь, да там дно озера, трупиками было усеяно, аборты делали незаконно, они ничем не занимались монахини, только ходили по ночам, и в домах, в борделях служили где-то. Безумие полное. Во-первых, трупики не на дне лежат, а плавают. А во-вторых, как бы она, где, как вышла, когда из монастыря выхода-то не было. Даже встретиться с родной сестрой, с матерью под присмотром старой какой-то там монахини. Вообще ничего не знают. И когда все это доказано было, но я не знаю, что я считал, то и говорю, вроде за что купил, то и продаю. Глупость это. Ты будешь отвечать, потому что переносчик чужих злых мыслей, он отвечает за это. И даже если оберетиках говорят неправильно, не повторяй это. Нехорошо. Богу не нужно, чтобы мы припирались даже за Бога. Как Ева говорит. Дальше. От Матфея, 2 глава, 21 по 23 стихи. Он встал, взял младенца и матери его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Толкование. Ирод оставил трех сыновей. Филиппа, Антипу и Архилая. Архилая назначил царем, а прочих тетраархами, четвертовластниками. Иосифу боялся идти в землю Архилая, то есть в Иудею, потому что и Архилай подобен был отцу своему. Галилея была земля не израильская, а языческая. Посему иудеи смотрели на ее жителей с омерзением. Как же Лука говорит, что Господь пришел в Назарет спустя сорок дней по рождению, то есть после того, как принят был Симеоном. А Матфей здесь говорит, что он пришел в Назарет по возвращению из Египта. Зная, что Лука сказал о том, о чем молчал Матфей. Лука говорит, что Господь, проведший по рождению своем сорок дней, пришел в Назарет. А Матфей повествует о том, что было между Сим временем, то есть Господь бежал в Египет и потом из Египта возвратился в Назарет. Итак, они не противоречат друг другу. Лука говорит о прибытии в Назарет из Вифлеема, а Матфея возвращению в Назарет из Египта. Он Назареем наречется. Толкование. Какой пророк говорил о всем? Этого не находим ныне. Ибо по нерадению евреев и по причине частых пленений много пророческих книг погибло. Впрочем, может быть, это пророчество известно было иудеям и по преданию. Назарей значит освященный. Поскольку же Христос свят, то прилично назывался и Назареем. Ибо святым Израилевым Господь называется у многих пророков. Есть очень отрицательные личности в Библии, притом многократно на них ссылаются. Иеравам, сын Наватов. Его уже нет живого, а все время говорят, и подобно Иераваму, сыну Наватов, ввел в грех. Но его называют царем Писания. Почему? Да он же самозванец. Он захватил власть над десятью коленами. Его никто не ставил, не помазал, ни один пророк. Это все правильно. Но Библия его всегда называет царем. Царем. И поэтому нам в споре тоже здесь не о чем. Да царь, да самозванец. Пришел вот такой-то и все начал рушить. И его грех был безмерен, потому что он научил Израиля поклоняться не Верусалиме, не Богу Иегове, а Ваалом. И построил высоты. И в священники ставил того, кто хотел. То есть произвольно. Но подражая тому, как было в Израиле, чтобы народ не ходил на поклонение Верусалим, и не отошли совсем от него эти колена. Вот и все. Но он царь. Поэтому какой бы Ленин не был, Сталин, Гитлер не был, он царь. Так он гороломно захватил царя, убил. Правильно. Но он царь. И мы молимся о царях и начальствующих. А сегодня фальшивые выборы там выбрали этого, он ничего не понимает. И он царь. Царь. Там вообще никто не выбирал. Просто сын Наватов крикнул, и народ его признал. Считай это за выборы. Еще. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской, и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Толкование блаженного Феофилакта. Иоанн послан был от Бога для обличения иудеев, дабы они, познав свои грехи, покаялись и таким образом приняли Христа. Ибо кто не сознает своих грехов, тот не приходит в покаяние. Иудеи были горды, посему Иоанн побуждает их к покаянию. «Царствием небесным называют первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, живя на земле, ведем себя по-небесному, живем без страстей, то имеем царствие небесное». Все толкование. Знаете, какое? Приблизивая царство небесное, это приблизился Христос. И вот это очень важно. «В явлении Его и царствии Его». Вот это пришествие Христа и называется царствием. Проповедь Евангелия. Христос как бы воплощенная Евангелия. Такое даже выражение есть. Потому что Евангелие благая весть. А Христос пришел, сам благую весть принес людям. Спорить вообще не о чем. Следующее короткое толкование. Да. Давай. От Матфея 3.3. «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Исаия 41.3. Путем называет Евангелие. А стезями законное учреждение. Посему как бы так говорит. «Будьте готовы к евангельской жизни. И законные заповеди творите право». То есть духовно. «Ибо прав дух». Все толкование. Творите духовно. Не физически. Я был в церкви, отстоял. А с Богом у тебя связь была или нет? Я когда говорю это, даже священники, они не понимают о чем. Но когда видят, что что-то делается, и так как вы узнали, что это делать нельзя? Да я не знал. Голова не работала даже. Я молился, и внутрь мысль мне такая пришла. Особенно у меня написаны стихи, и даже настоящие такие поэты. И до того удивляются, вот я встречался в литературном институте в Москве, Лева Шанин. А откуда у вас эти темы-то идут-то? Я молюсь. И во время молитвы у меня мысль как сверкнет, будто бы я не вижу никакого сверкания. Я возьму прямо на молитве, запишу строчку или две. Все, тема есть. А дальше, дальше мои знания, описание, сравнение с Библией. И вот здесь поступать. Вот каждый раз, вот вчера вновь у меня было такое, нужно было с человеком, который сильно обозлен, беседовать. Время идет, а только хуже и хуже. Перед тем, как поехать в поле, я проехал по близким знакомым, всех поднял на молитву, кто Акапис считает, кто просто молится где-то, и пошел. Он даже разговаривать не хочет. Демоническая одержимость злобою. Но внезапно, как будто кто-то его тронул. Он тише стал, потом заплакал, прям заплакал. Потом давай мы с ним вместе молиться. И как будто ничего этого никогда не было. А вражда продолжалась, может быть, больше десяти лет. Злоба неимоверная, как будто бы демон перед тобой стоит. Все извращает, что видит, что делает, и все по-другому. И после этого вернулся домой, и которое было ему непонятно, он неправильно вообще толкует. Я взял Библию, на этом не остановился, и поехал, вызвал этого человека, сели на скамейку, спокойно разговариваем. То ли он жене сказал, или еще, гляжу, она туда-сюда прошла. Мне ехать надо, гляжу, у меня в корзине арбуз и дыня лежат. Дары. Я сразу поехал к тем, кто молился. А они уже ждут. Какой результат? И результат превышает разумение и ожидание. Это Бог сделал так. Теперь, в тишине, все время продолжай молиться. А он опять свернется, будет говорить плохо, будет злословить. Меня это не касается, это его сфера. Моя задача теперь только молиться. Ну вот между вами черная кошка пробежит. Кошка черная, белая, разница нет, погладь ее. И ничего, и кошку приручим черную или белую. От нас зависит очень многое. Я говорю конкретно. Вчера для меня было как праздник. И вот у человека беда большая, чтобы его вызволить, я целую акцию тут разработал. Как? Всем молиться, всеобщину поднял. Потом по одному посылаю людей к нему, чтобы его разблокировать как-то. Он скорбит и скорбит, уже год этим самым показывая, что он не верит в воскресенье из мертвых. Погиб сын, а он не может никак выйти из этого положения. Два года уже. Два года. Три дня этого достаточно. Даже в Ветхом Завете Сирахов говорит, утешься. Давыд как? Умерло дитя. Сказали, умерло дитя, он вытер слезы и стал есть. Все не поняли, а почему до этого ты убивался? Ну я думал, Бог услышит и оставит дитя. Но дитя-то теперь ко мне не вернется, а я к нему уйду. Теперь что, чего зря печалиться время убивать-то? Вот рассуждение. Здесь ничего этого не было. Я говорю, ну ты же верующий. Сейчас или был верующий. Сын Божий умер за нас. Христова кровь омыть сильна нечистоту порока. И отойдет от вас вина, как запад от востока. Ты в это веришь? Поверь. И начинай работать. Это сатана заблокировал. Это неверие держит в этом положении. И вместе помолились. Это что-то значит? Значит, это означает ответ на многодневную, многодневную молитву. А без молитвы не может, дед. Бог так установил, чтобы молитва содействовала помощи Божией. Павел все время нуждался, чтобы молились. Сейчас посмотрю последнее измельствие. Послушаем. Маленько, подожди-ка. Маленько, подожди-ка. Маленько, подожди-ка. Маленько, подожди-ка. Маленько, подожди-ка. Маленько, подожди-ка. Маленько, подожди-ка.